За высокий профессионализм и неравнодушие в детской поликлинике номер 5 Центра охраны материнства и детства наградили двух медицинских работников. Благодарственными письмами за самоотверженный труд были отмечены заведующие профилактическим отделением поликлиники номер 5 Центра охраны материнства и детства врач-педиатр Ирина Яковлева и участковый фейшер Ольга Грачева. Под громкие аплодисменты первая награда находит своего героя. Именно так в торжественной речи руководители поликлиники называют медицинских работников, которые помогали пациентам победить коварную болезнь COVID-19. Заведующая профилактическим отделением поликлиники номер 5 Центра охраны материнства и детства Ирина Яковлева получила благодарственное письмо законодательного собрания Челябинской области за высокий профессионализм и неравнодушие. Ирина Владимировна – это тот человек, который постоянно задает себе вопросы, постоянно учится, постоянно ищет на них ответы. Я очень благодарна за то, что у нас есть лидер, за то, что есть у нас такой сотрудник. И я считаю, что у нас есть пример для подражания всем нашим сотрудникам. Ирина Владимировна была в числе тех докторов, которые добровольно отправились на поле боя с инфекцией и пошли работать в организованной на базе инфекционного стационара ковидный госпиталь. Врачу-педиатру по образованию за полгода работы в стационаре ей пришлось многому научиться. Болезнь чаще всего у ее пациентов протекала тяжело. Ирина Яковлева оказывала людям не только медицинскую, но и психологическую помощь. Хотя, признается, и самой было непросто. Лечили по четким схемам и одновременно изучали историю самой болезни с нуля. Да, это было сложно, я скажу вам честно. В наше время, когда мы уже привыкли к чему-то другому, а тут нужно было, во-первых, резко перепрофилировать педиатрию на терапию, резко перепрофилировать поликлиническую амбулаторную службу на стационарную. И все это вот в один миг. Это был опыт, который я прошла. И я благодарна, что так случилось. Второй повод для громких оваций коллег – вручение еще одного знака отличия. Участковый фельдшер Ольга Грачева из рук руководителей поликлиники получила благодарность Челябинского союза пациентов «Теплые слова для доктора». Своего рода приз симпатии пациентов. Как подчеркнула сама Ольга Сергеевна, это первая подобная награда в ее практике и одна из самых значимых. С восьми и до вечера мы работаем. Приемы у нас очень большие. У всех педиатров большие приемы, потому что детки всегда все приходят, все смотрят повторно. Малышовые приемы у нас очень большие. У нас все врачи, все мои коллеги очень внимательно относятся к детям. Наверное, в нашей профессии нет случайных людей, поэтому мы работаем и нам приносят радость от того, что мы можем помочь и людям становится от этого легче жить. Кстати, Ольга Грачева в том числе работала и с детьми с диагнозом коронавирусная инфекция. В основном мальчишки и девчонки болели в легкой форме, лечились амбулаторно. Несколько раз в неделю, рискуя заразиться, она посещала маленьких пациентов, осматривала, назначала необходимые препараты. Вообще, на участке под ведомственном Ольге Грачевой проживает полторы тысячи детей. Это один из самых крупных участков в городе. На приеме фельдшера ежедневно 30 маленьких пациентов, и еще 15 она посещает на дому. Каждого из них она знает по имени и за каждого переживает. А они доверяют специалисту безоговорочно. Доктор, он хороший, добрый, не злой, улыбается всегда. То есть к врачу ходить не страшно? Не страшно, особенно к Ольге Сергеевне. Ольга Сергеевна такой доктор, которому я могу доверять как мама здоровья детей, потому что очень грамотный специалист, назначает всегда хорошие рекомендации, то есть мы всегда можем и проконсультироваться, и полечиться, и всегда хорошие результаты. В заключении руководители и сами виновницы торжества отметили, грамоты и знаки отличия, несомненно, вдохновляют. Но все же главная награда для них – осознание того, что их работа приносит людям реальную пользу. В этом призвание каждого доктора.